Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, доброе, прекрасное утро, шалом, шалом из Иерусалима. И мы продолжаем изучать 12 главу притчи царя Соломона Тору, общаться со Всевышним, Создателем мира, можно сказать, напрямую через его идеи. Идеи Тора, это как мысли Бога, можно так сказать. И вот мы, изучая про Бога, мы с Ним в этот момент соединяемся. То есть человек, то, про что он думает, с тем он и соединяется. Понятно? Якоб, шалом, шалом. Все, вот это очень важная мысль, пока все собираются, давайте ее и обдумаем. Получается, что то, что у человека в голове, он с тем и живет. То есть, если я, например, буду сейчас думать о... Буду я думать сейчас о... Почему-то мне в голову пришла Алла Пугачева. Ну вот зачем мне сейчас была Алла Пугачева, не знаю. Но из-за того, что я в детстве смотрел много Аллы Пугачевой, я передозировка была в детстве Аллы Пугачевой. Представляете, все мое детство, она все пела. Я был маленький, лежал в колыбели, она пела. Я дальше там рос, она пела, 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 пела. И Алла Пугачева заняла прочное место у меня в голове, хотя мне она вообще не нужна. Просто так получилось. И вот сейчас, когда я хотел вам для примера привести, что то, о чем человек думает, с тем он соединяется, мне почему-то всплыла Алла Пугачева. Вот так вот работает голова человека. То есть у нас запрограммировано что-то без вообще осознанного выбора человека. Потому что все время, пока человек растет, детство и так далее, в него просто качают информационные потоки, просто без его вообще малейшего согласия. Дальше, когда у него уже голова закачана с запрограммированной информацией, дальше у него вот эта информация изнутри всплывает. То есть есть внешний мир, он что-то тебе дает, какие-то кусочки, маленькие кусочки информации, как бы запросы такие. А в основном ты живешь в своем внутреннем мире, то есть у тебя твоя картина мира состоит из той информации, которую ты учил когда-то. И у большинства людей, которые воспитывались в культуре бывшего Советского Союза, у нас было просто отрезано. Какие-то люди непонятные, типа Ленина там и еще, они решили, что религию надо убрать. И они как бы оставили в информационном поле только Аллу Пугачеву. И даже из фильмов они вырезали все, что касалось религии. И вместо этого, или если можно было о фильме, то они именно ставили такой негативный, негативный шел месседж такой, чтобы у советских людей, как бы, да, компьютеры, чтобы у них в голове не было никакой связи с Богом. Потому что вдруг у них появится связь с Богом, и они тогда зададут вопросы. А зачем это вся вот эта вся пионерия там, как Павлик Морозов папу своего сдал, например, да? То есть никогда не соответствует действительности. Понятно, да? Хорошо. А сейчас мы, слава Богу, удостоились изучать Мишли, притчи царя Соломона. Это Тора, это великая мудрость, которая полностью, он был пророк, царь Соломон, и он от Бога получил знание, как работает мир. И вот мы сейчас это знание пытаемся в свою картину мира инсталлировать, вставить уже сложно, но стараемся. Вот, Ехолия Дереева, псино читала Тейлин, 91-й, молодец. Да, кстати, у меня сейчас вот, у отца там его повезли в больницу, у него сейчас он, ну, что-то там у него с ногой, и я вот, чтобы это было, сейчас этот урок, чтобы было Лейрифуа Солома Борух Бен Сара, чтобы он полностью выздоровел, и чтобы благополучно вернулся домой. Сейчас поехать в больницу, это, это как раньше там боевая операция, потому что, понятно, да? Хорошо, друзья, все, мы, а мы продолжаем изучать. Мы дошли в прошлый урок до второго отрывка. Второй был отрывок у нас, что добрый человек, он вытаскивает желание от Бога. А человек, который недобрый, который злодей, он обязательно согрешит где-то, он обязательно кого-то подставит, ему нечего как бояться. То есть, тот, кто Бога не боится, то он все равно будет действовать, как ему в данный момент будет выгодно и удобно. Религиозный человек, он тоже, в принципе, как бы, само по себе, что он религиозный, это еще не значит, что он ангел. У него есть, он верит в религиозную систему взаимоотношений с Богом и с людьми, но что он сделает в момент, в момент, что он сделает в момент, когда его личное желание войдет в противоречие желаниями других людей, тоже неизвестно. Как говорится, нет праведника, который бы не согрешил, говорил царь Соломон, то есть, и не полагайся на себя до дня своей смерти. Марина Шувалова, отец мой, это Борух бен Сара, его зовут Борух, бен Сара, и чтобы было ему рифуаш лама, чтобы он выздоровел полностью и вернулся сегодня домой с миром и был здоров. Хорошо. Значит, еще раз. Второй отрывок мы выучили, теперь третий отрывок. Вот сегодня мы начинаем третий отрывок. Двенадцатая глава, третий отрывок. «Ло икон адам береша, вешорыш цадитим баль и мод». Значит, не устоит человек в злодействии, и корень праведника, он не пошатнется. Значит, тут есть очень интересная такая вещь. Значит, используется слово «корень». Это корень, это то, что обычно у дерева, у растения, врастает в землю. А икон – это подставочка такая. И теперь весь вопрос, на чем человек в мире держится. На чем он держится? На корне или на подставке? Значит, человек, он… В принципе, у человека же корня нету. Человек, он… У него есть тело, как биоскафандр такой. Вот у него есть биоскафандр, в котором есть в этом биоскафандре там несколько десятков килограмм мяса, есть костей там какое-то количество, оно все так соединено между собой. Внутри у человека есть там кровь, лимфа, всякие жидкости. Три килограмма бактерий в животе живут, 15-20 метров кишок таких внутри. Дальше у человека есть какие-то железы, гормональная система, иммунная система и так далее. Дико сложный какой-то такой вот биоробус, то есть наука не может такого создать сложного, как Бог создал. И вся эта система внутри управляется таким маленьким компьютером, как есть там мозжечок, мозги. Все эти автоматические процессы, человек же не думает, как ими управлять. То есть это вот биоскафандр человека. Теперь дальше. У человека есть интеллект, это то, что человек осознает. Какие-то знания, мысли, он сидит и думает, что я буду сегодня делать, какой у меня план на завтра, какие у меня цели в жизни, это какая-то виртуальная реальность. То есть человек живет в какой-то, в каком-то наборе идей, в которых он как бы все время запутался, и он их все время кружит. А что завтра? А как завтра? А что я хочу? А как я это получу? А как он ко мне относится? А как я к нему должен относиться? А что это все значит? Я, ну и так далее. То есть человек живет в наборе каких-то таких вот идей виртуальных. Это называется интеллект. Теперь дальше. Дальше у человека есть душа. Душу почувствовать и увидеть невозможно. Это нематериальная штука. Но мы знаем и верим, что эта душа, это как божественный луч, это часть Бога. И эта душа, она связана с Богом. Теперь вопрос, как в интеллекте человек к этому относится? Праведник, он говорит, да, как бы это так есть, это истинно, говорит праведник. Я в это верю всем своим сердцем. Я верю, что у меня есть связь с Богом, что душа это я, это главная моя часть. И я выполняю волю Бога, я полностью с Богом, как одна команда, одно целое. Вот у меня душа, это часть Бога, волю я его выполняю, Тору я учу, как мне действовать в мире. А вот у меня все написано, я буду действовать по Торе. В этот момент, это называется его корень, он уходит в небо. То есть, человек похож на перевернутое дерево, где корни это душа, где корни это то, что соединяет человека с Богом, и где это ты удобряешь вот этот свой корень, да, своей Торой, своими заповедями, своими молитвами, своими добрыми делами. Поэтому написано, корень праведника, он не пошатнется, потому что он укоренен в небесах, он укоренен в Боге. Теперь, на что надеяться, на чем стоит злодей? Злодей, он говорит, нету, нету Бога, души нету, Бога нету, ничего нету, все, я просто биоскафандр. Теперь, а чем же мне этим биоскафандром заниматься? Ну, буду сейчас бороться за славу, за власть, за деньги, за какие-то удовольствия, буду, буду там с кем-то бороться, воевать и так далее. Это очень неустойчивая платформа. На такой платформе злодей, он очень все время падает, да, то есть он только пытается зацепиться за что-то материальное, за какого-то человека, а какие люди злодеев окружают? Такие же, как они, человек его подвел, подставил. Тут он собирается с тем-то судиться, понятное дело, что сила действия равна силе противодействия, на это тоже не опрешься. На деньги, где деньги? В банке деньги? Банк закрылся. В недвижимости деньги? Она куда-то упала. И что недвижимость? Ты же не можешь жить во всех своих квартирах, ты не можешь жить везде. Ты все равно находишься все время в одном месте, твое тело в одном месте, и чем больше имущества, нам говорит Тора, тем больше да, ага, тем больше волнения, тем больше тебе нужно защищать это имущество, о нем заботиться. На чем может злодей устоять? Ни на чем. Нету. И вот это то, что нам сказал царь Соломон, не устоит человек в злодействии, он будет все время шататься, его подставочка очень, ну непонятно на чем. Вышорыш садитим балимот, а корень праведника, он никогда не споткнется, не пошатнется, потому что ты полагаешься на Бога, у тебя связь с Богом, вся твоя сила, все твое внимание на духовном твоем росте, и у тебя все отлично. Что бы вокруг ни было, с тобой твои заповеди, с тобой твоя Тора, с тобой твое доброе имя, и все, все, ты отлично себя чувствуешь в любой ситуации. Это был третий отрывок. Четвертый отрывок, четвертый отрывок, двенадцатого главы, такой, Доблестная жена, корона для мужа. Отлично, отличное такое начало. Доблестная жена, корона для мужа, и как гниение в его костях, позорище его. Мавиша это та, которая его позорит. Как гниль она в костях его. Теперь надо понять, кто такая Доблестная жена. И это мы поймем только в конце тридцать первой главы. Тридцать первая глава с одиннадцатого отрывка и до конца до тридцать первого отрывка, это уже конец Мишли, его прям тридцать первая глава, она полностью дает нам характеристику, спецификацию, из там, получается, где-то двадцати пунктов, кто такая Доблестная жена. Царь Соломон раскрыл Доблестная жена по пунктикам. Что значит Доблестная жена? Здесь он нам просто дает другой закон, такой более общий взгляд, что для мужа его жена, это как они две половины одного целого. То есть они являются двумя половинами одного целого, и они очень сильно связаны. Вообще все люди между собой связаны более или менее, но муж с женой связаны между собой невероятной связью в психологической, эмоциональной, духовной и так далее. Поэтому, если жена Доблестная, то это как корона, это вызывает уважение к мужу, это дает мужу силы, дает мужу в... Ну, то есть очень много дает мужу, если жена соответствует спецификации Доблестная жена Эшетхая. Теперь, если жена, она позорища, его объясняют комментаторы, что значит позорищая жена, ленивая, сварливая, которая там ссорится с людьми, тоже будет дальше у нас, как с такими женами себя вести, что советует царь Соломон. Но если жена, она сама по себе не соответствует понятию Доблестная жена, то ее влияние на мужа, как гниение костей, то есть это как физически человек заболевает от вируса, и он может прямо заразной болезнью заразиться. Точно так же в психологическом и эмоциональном плане жена, которая ведет себя неправильно, она влияет на мужа, и как гниение его костей, потому что она из... и они как одна плод становится, как сообщающиеся сосуды, как одно целое. Дальше. И последний сегодня мы изучаем пятый отрывок. Пятый отрывок, он такой. Макшивот садитим мишпад, в этагбулот решаим мирма. Значит, мысли праведников, они справедливость. И уловки затеи тагбулая, так как мы знаем, это когда ты выдумываешь многоходовые комбинации, и вот многоходовые комбинации злодеев, они обман, они рассыпаются. Что это значит? Значит, опять же мы вернулись к тому, как жить. То есть человек, обычный человек, он все время думает так, вот у меня есть то, что есть сейчас, а что будет завтра, а как я буду жить завтра, а что я буду делать. И жизнь человека состоит из вот этого придумывания некого плана, то есть есть цель, есть план, и каждый человек, все люди одинаковые, каждый человек хочет, чтобы ему было хорошо. Теперь, некоторые люди придумывают очень многоходовые комбинации, что надо сделать, чтобы им было хорошо. Например, сидит человек и думает, вот у него есть дети, мне нужно, чтобы мой ребенок закончил школу, потом закончил институт, потом получил хорошую работу, женился, и тогда я буду, я еще тогда не буду счастлив, потому что это же только часть моей жизни, а еще мне надо, чтобы было так, было так, было так, и он еще одну выстраивает, такую пирамидку, что должно у него произойти в работе, в бизнесе. А еще мне нужно, чтобы у меня было так, так и так, и так, и он третью пирамиду выстраивает, чтобы у него было. И вот тогда мне будет хорошо, я буду счастлив. Понятное дело, что в таком случае человеку нет у него шансов быть счастливым, потому что, чтобы все сложилось в его жизни, такого не будет. Не бывает так. То есть человек, когда ты пытаешься сложить многоходовую комбинацию, она по-любому где-то. Теперь, многие люди, они сразу же, как бы предполагая, что у них все разрушится, они говорят, а я и делать не буду. Все, я уже сразу проиграл. То есть я понимаю, что оно разрушится, поэтому то, что я хочу, я не получу, значит жизнь, она так устроена. все по-другому. У праведника, его главная задача, у праведника главная задача очень простая. Значит он, его главная задача, это быть с Богом в хороших отношениях. Для этого ему надо учить Тору соблюдать заповеди и смотреть всего лишь на один шаг вперед, потому что он знает, что Бог его по жизни ведет, его задача, это духовный рост, его задача соблюдения заповедей, его задача изучения Торы, а все остальное Бог за него решит. Теперь, поэтому, у него в мыслях только, чтобы все было честно, справедливо, по тому, как Бог сказал, как должно быть. А Решаим, они пытаются обмануть реальность и они думают, вот если я буду сейчас хитро, там, хитро-мудро выдумывать, высчитывать, выставлять, какие-то многоходовые комбинации и так далее, вот тогда будет все хорошо. Царь Соломонов говорит, нет, не будет все хорошо. Будет все хорошо, только если ты будешь цариком. Праведник, у тебя будет все хорошо. Ты, у тебя корень на небе, ты ни от чего не зависишь, у тебя есть связь только с Богом, который тебя никогда не подведет. Жена доблестная, пожалуйста, жена доблестная, тоже написано, что это, как это, но все это связано с страхом перед Богом, с ее, вот этим вот, поведением, которое тоже выстроено по Торе. Вот, все, пятый отрывок еще раз, что замысел праведников всегда справедливость, а такбулот, вот эти замыслы злодеев, это обман и оно все рассыпется. Хотел я вам рассказать, вчера, вот я когда к этому уроку готовился, я хотел какую-то рассказать очень историю, которая это все иллюстрирует очень хорошо, но сегодня у меня эта история, ну, сейчас у нас была история, может быть, она будет тоже хорошей иллюстрацией, именно ко всему сегодняшнему этому уроку, что не устоит человек в злодействии, а корень праведников не пошатнется, хорошая жена, она корона для мужа, а плохая жена, это как гниение для его костей и помыслы праведных справедливость, а затеи нечестивых обман. Вот сейчас я вам дам одну историю, которая как раз это все иллюстрирует, эта история, я ее приводил в комментариях к книге Каэллет, был один еврейский парень, миллионер, в 30 лет он стал миллионером, создавая программное обеспечение для казино, что было как-то, ну, то есть у него был какой-то компьютерный бизнес, и вот этот миллионер еврейский 30-летний, он поехал из Канады в, насколько я помню, в Пуэрто-Рико, и там он увидел девушку мисс Пуэрто-Рико, мисс Пуэрто-Рико, которая была очень красивая Пуэрто-Риканка, и он 30-летний еврейский миллионер, он решил на ней жениться, увидел первый раз какую-то непонятную Пуэрто-Риканку, но она была мисс Пуэрто-Рико, и он на ней женился, и он с ней заключил брачный контракт, что она должна пройти Ди-Юр, то есть он все-таки хотел, чтобы она была с ним в одной операционной системе, вера в Бога, то есть у него видно была какая-то вера в Бога, но через буквально несколько месяцев жизни, он понял, что там шансов нет, что ее качества, которые в ней были, они, ну, просто, ну, как-то, я не знаю, по каким причинам, он решил с ней развестись, и вот он решил с ней развестись, а она решила его убить, и вот они, значит, сидели, она наняла человека, он ей купил, кстати, он ей купил ночной клуб в Пуэрто-Рико, и она, эта женщина, наняла какого-то наркомана, который должен был его убить, вместе она вывела его из клуба, чтобы поговорить на улице, подбежал этот наркоман, убил этого еврейского парня, и она думала, что все у нее хорошо закончится, это она придумала как раз тахбулот, ну, чтобы как-то это от себя отвести подозрение, этот наркоман ее тоже ударил, убежал, и так далее, то есть она думала, что она очень хитро все придумала, и сейчас она его убила, и, значит, она получит 50% от его состояния, которое составляло несколько десятков миллионов долларов, и она должна была этому наркоману заплатить за это миллион долларов, она ему пообещала, что она ему даст. Теперь, продолжение этой истории, отец этого еврейского парня из Канады, он сказал, что нет, я все-таки добьюсь, нанял детективов, и так далее, и нашли, что эта женщина, она убийца, нашли этого наркомана, все. Она успела уехать из Пуэрта-Рика, и она уехала из Пуэрта-Рика, скрывалась в Италии, скрывалась в Испании, вышла там замуж еще за одного еврейского, такого богатого человека, она себя изображала, уже она знала законы, как будто бы она еврейка, то есть она была, именно дело так было от вот этих вот многоходовые схемы, такая была аферистка. Но отец этого еврейского юноши, он прилагал большие усилия для того, чтобы она не ушла от возмездия, и, наверное, на небе так решили, что она не должна уйти от возмездия, и каким-то образом через там американский суд ее каким-то образом нашли, и в Америке она, она, ее судили, дали ей пожизненное заключение. Вот так заканчиваются эти три отрывка ситуации жизни. Тот, кто пытается свою жизнь построить не на торе, он может зайти в сложную ситуацию. Плохая жена, она не только гниение в костях, она может и убить своего мужа, и помыслы праведных справедливость, то есть здесь этого я не вижу в этой истории, но праведник, он вообще в принципе в эту сторону бы даже и не думал, а затеи нечестивых, затеи злодеев, то, что они вот выдумывают и думают, что они избегут возмездия, это обман, не избегут возмездия. Мир так устроен, что если ты строишь свою жизнь, используя зло, обман, и, ну, идешь не по торе, то тебя рано или поздно все равно зацепят и уничтожат. Все, удачи, успехов всем, всем хорошего дня, всем хороших жен, хороших мужей, здоровья, и чтобы мы все были праведниками с корнем, прям, который идет до Всевышнего. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня.